так ребят всем привет сегодня попытаемся замоделить вот этот смеситель от специально выбрал что-то посложнейшим больше всяких навыков можно было развить так приступим для начала наверное картинку сюда поместим поэтому переходим в какой-нибудь вид ортографический я фронт вот выбрал включим кнопки до чтобы было видно так это удалим вот и в принципе картинку можно просто и и взять перетянуть так так ну и приступим да и начнем вот с вот этой как бы детальки те все вроде бы полегче это немножко сложнее вот и сюда предстоит до вшить вот в такую вот штуку вот ну приступим я возьму цилиндр даже сначала наверно возьму кольцо так включим вот тут фильтры и заблокируем картинку не мешалось так беру колечко это пока удалим и в кольце сделаем там 16 границу не так много было так и повернем вот себе rx 90s масштабирую его так смештабируем смештаби потом мы и весь в общем этот возьмем и по масштабируем поэтому можно ничего не масштабировать сначала вот нам тут самая задача надо будет до впаять такие эти грани сделать чтобы был плавненький переходе к такой был фасочка хорошая была так теперь добавлю там в том сделал 16 добавлю теперь цилиндр вот с цилиндром да такая ситуация нам надо будет его вшить в какое-то место здесь смасштабировать и чтобы как бы нормально так вшить равномерно да нам по сути нужно типа сейчас поделить вообще работу всегда упрощаем да если можно сделать половинку или четвертинку то и делаем ее да то есть мы будем работать вот с этой штукой вот и вот эту штуку если по правильному бы нужно бы сформировать что-то вот типа вот такого до чтобы вот эту точку например мы привязали вот сюда соответственно у нас вот тут должен лук туда пойти вот эта точечка пойдет тоже вот сюда и лук туда пойдет вот это где-то тут на и соответственно тут ребра должны быть вот ну и также вот эти где-то должно тут соединиться короче пойти вот соответственно это сюда это сюда да и то есть надо подобрать где-то такую сетку сейчас я возле создал цилиндр ли смотрю там грани так многовато вот это для себя да вот грейс пенсел блендере тоже крутая штука как бы берете да и зажимаете рисуете сеточку да то есть для зажали и левым левой кнопкой мыши у вас вот происходит рисование правой кнопкой мыши у вас будет затирать к да так же колесиком вы размер ее можете регулировать в общем полезная вещь так добавляем теперь цилиндр вот он у нас стал так цилиндр радиус сделаю больше а и вот грани начинаю как бы регулировать себе так чтоб она как бы совпало так ну смотрим до 24 и вроде бы как все хорошо лупы я добавлю вот есть у нас ребро да вот пошло вот пошло ну и как бы все отлично тогда так делаем чуть высоту больше а то есть как бы приблизительно придумали себе вот да все у меня должно вшиться отлично так теперь значит затрем это все дело вот теперь можем пока что картинку например спрятать и начинаем там оптимизировать а ну первое еще до нужно как бы нам форму подготовить вот этого кружка дай форма должна как бы облегать наш цилиндр сразу в этой форме я сделаю дополнительный луп до нажму ли я ес потом вот чтоб ну как бы сформировать сразу потом и фаску вот и и теперь я проецирую это на вот этот цилиндр да то есть вот этой штуки применим модификатор шлинг в раб выберем куда будем проецировать нам нужно перейти вид видно как-то не очень тут выберем project вот и теперь можете поклацать с модификатором без то есть прилегает хорошо форма не изменилась и модификатор применяем можно навести control и нажатием применится есть есть так дальше дальше как бы удаляем лишнее первое сначала в цилиндре я нажму control r на то есть поделил так пополам у нас кружок был строго по центру цилиндр по центру вот у нас есть на центральная . у обоих она как бы ну в одном и том же месте есть так теперь по удаляем лишнее выделю оба объекта shift z сделаю прозрачным нажму тап и возьму тут эту часть делит и вот эту часть удалим до оставили вот это дальше заходим в цилиндр и начинаем там подразделять на то и сделаем и тут у нас будет грань вот здесь гранит я control r нажимаю там и там допустим тут и будет все теперь лишние полигончики вот тут я уберу и удаляю нажмем делит удалим так что я не того пана удалял отменю короче x-face удаляем теперь два объекта нужно соединить обязательно до в один объект потому что если вы так зайдете в блендере можно редактировать несколько объектов одновременно и попытаетесь выделить два ребра нажать f то ничего не получится поскольку это два разных объекта когда вы их нажмете control j объедините на теперь выделяем нажимаем f и все хорошо так ну и вот этот объектик сделали так теперь применим где там мира вот и его еще по оси z отлично ну и можно его сразу и пределить применить до мерч взяли активировали галку если не активировано чтобы все вершины сшились и объединили на всяк случай можно проверить вершин нету все хорошо вот дальше отсюда уже мы будем там экструдировать а то есть нажимая и крик сделаем также дополнительный лук сначала потом и y выдвинем сюда нажмем с y да и смасштабирует 0 0 и нажимаю enter и меню и попробуем теперь с обдевать применить и видим вот так руки вот косяки это косяки если вы посмотрите они из-за того что короче нормали вывернуты вот сейчас изменим нужно выделить все нажать shift м пересчитать нормально да теперь видим у нас нормальную фаску а можно дальше там продолжать общем редактировать так наш смеситель поверну эту штуку rz90 сюда чуть-чуть смасштабирую где-то приблизительно так так вот в общем да возможно надо было чуть и и побольше но это как пример в принципе да суть не меняется вот это да просто надо было сместить там и пересчитать например все по-другому ну сделаю уже так вот дальше значит вот это да и вот это мы раздвинем z сюда вот можно сетку как бы добавить чтобы равномерная была можно не добавлять я не буду в общем добавлять там снизу у нас еще есть да там элементик так короче как бы верхушка почти у нас готова здесь я сделаю опять и z вот так теперь кликну грани опять е и alt s да то есть выдвинул вот так модификатор пока спрячу а там я буду назначать фасочки да и фаски наверно буду модификатором назначать или вдруг мне понадобится низко полигональна чтобы их легко удалить можно было все эти фаски да то есть тогда ну control b делаем вот так только я обычно вот фактор ставлю в единичку да это чтобы я потом если мне не нужны вдруг эти вот лупы да мог их элементарно нажать control x и все растворить а если бы вот такого не сделать 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 с профилем 05 как по умолчанию то при удалении потом вот этих вот лупов вы обязательно до испортите геометрию да то есть она все теперь стала наискось вот ну или же использовать модификатор было да я часто делаю короче вот так делаю и все потом если надо в общем все почищу да и фаски появились вроде все хорошо так вот здесь тоже крышку зашьем и с и тут потянут вот так вот эту часть тоже тут и так закрою фаску потянем на получили такую вот штуку так дальше 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 картинка так посмотрим чуть-чуть какие еще под уклоном да я уже не буду переделывать моего надо было взять чуть чуть дальше в общем почти что с краю нам не будет маленький теперь это так короче возвращаем нашу модельку вот поедем не знаю можно там попробовать конечно выделить немножко например увеличить ну тогда надо грань еще поубирать не лучше переделать так сделали эту штуку теперь сделаем дополнительную часть вот здесь зашьем можно делать нажимаем коллапс наук это выделю контрол б так еще за беда и считаем все хорошо так тут тоже тут нам нужно будет еще посдвигать сюда немножко точечки не знаю сейчас делать не сначала сдвину да то есть перейду в режим 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 так как бы сделать тут чтоб оно все так равномерно было можно ручками двигать в общем брать то точки выделять джи 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 да нажимаем и выбираем как бы направление кстати странно сюда что не хочет так но я тут наверное возьму сделаю вот так тут сделаем бисект можно кстати и к найфом было да можно вот так вот просто прорезать только выделить перед этим обязательно надо что именно типа режем я сниму выделение эту часть выделю вот и теперь выбираем режим до вот этой точки все прорезали так как бы и оставляю вот теперь можно вот эти вершинки delete не получилась такая конструкция вот эти вот не забыть сшить гаст той стороны опять же да можно было опять половинку делать вот так еще раз что то я какие то дубли вершин где то были а то я сначала экструдировал а потом отменил да так вот какая то беда куда тут еще появились не сшил ну куда это я так да тут внимательней кстати сшивать можно быстро если включить привязка да то есть автомёрдж те вершины которые в одних и тех же координатах будут автоматически сшиваться вот так тут тоже наверное какой то есть косяк нет он здесь хорошо так и там у нас что вверх верхушка есть ну она обычно как отдельным элементом но если вдруг захотели все вместе да без проблем можно где то так подразделить вот выделить вот эти полигоны нажать ай сделать вот так потом выбрать loop tool сокол вот но еще можно смасштабировать и теперь сделаю еще раз ай еще раз выйдем и выйдем сюда вот где то так да вот это вот нужно будет утопить немножко вот но вообще это вроде как отдельный элемент это же не литье да должна она туда в общем войти поэтому поэтому можно вот тут нажать в да как бы и разъединить и получится вот такая вот штука вот ну а тут сверху понятно нужно лук подтянуть или сделать тоже фаску вот вот туда вставить надо шарик да я нажму shift s и курсор to select и теперь добавим вот добавим где там ювисфер р р 90 поверну его смасштабирую где то так вот пойдет так дальше едем дальше дальше идет какая то ну там шайба и пружина начнем наверное с пружины беру ставлю курсор сюда курсор сюда нет давайте она где то отсюда пойдет пружина да выделяю вот этот лук shift s курсор to select вот и теперь нажимаю shift s и добавляю опять сок вот только в нем сделаю 8 грани и поверну его лицом к себе относительно вида так ну и можно зайти в режим редактирования и тут я смасштабирую и выдвину вот сюда так где то вот так да это пружинка наверно еще уменьшу подвинем вот а дальше добавим скрю да и выберем по какой оси поскольку я крутил этот так вот все к вам мой да вот на 90 нужно сбросить control и сбросить rotation он повернется в нужную сторону вот потом надо нам чего на короче да подвигать будет до 30 миллиметров и и количество итераций выставить также там будет у нас он со сглаживанием поэтому я сразу там применил посмотрел да примерно так можно чуть чуть больше делать и соответственно вот это подвигать наверно там 32 так 35 нет 35 да чуть чуть как раз зазорчик хорошо вот и дальше добавлю модификатор тут поставлю так на единичку вообще можно пока что убрать так так а дальше да у нас пойдет уже как бы другая чуть-чуть более растянутая поэтому я вот эту скопирую по оси z нет на где-то до отсюда вот тут они у меня по-моему соединятся можно взять опять же к вершинам так 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 что у нас тут стоит косоц да ближайший ладно просто подвинем где-то так вот и тут будет уже шаг у нас другой да тут мы ее раздвинем конечно стоило да сколько их тут получится раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять двенадцать тринадцать четырнадцать где-то подразделению сделаем 14 вот ну приблизительно думаю что то где то где то так вот дальше я это все теперь применяя этот модификатор и здесь и здесь хотя всегда рекомендую да перед применением возьмите просто скопируйте вот эти вот два объекта куда-то создайте какой-нибудь слой типа хайд вот и просто его спрячьте вдруг понадобится да что-то не так сделаем понадобится вернуться и так будет побыстрее так применяем да тут модификатор тут модификатор вот и теперь идти к этому приспособим и сошьем да у нас есть тут где нужно сшить место раз вот выделен нажму м май дистанс до 8 вершин удалилась то есть все хорошо подогнал попробую чуть-чуть можно его приподнять наши плавные переходе упс это я там еще лишняя сшилась сейчас не сшита они там все переходят и все могли пошиваться да так нажмем бай дистанцию вот теперь 8 теперь должно все хорошо можно сразу поправить ее управление так и проверю да сглажу елки опять взял как оно тут сшивает разъединил я буковку в нажал случайно а мне еще я авто мерч этот стоит так все отлично так теперь это все дело да возьмем и сразу изогнем курсор ставлю туда где вот сейчас упружинная опорная точка а курсор to select shift a нажму и добавим кривую и зайдем в режим редактирования нажму rx поверну ее к себе вот так вот эту точку можно курсору подогнать подогнать так и теперь там будет их несколько что-то там подправим нужно по смесителю вот нашу кривую пустить она где-то тут будет поломалась так это здесь это вот сюда куда-то возможно еще одна понадобится да две точки выделили W обдевает и сюда грубо говоря как-то вот так пойдет вот а еще нам кривая понадобится чтоб создать шланг да поэтому возьму еще дальше продолжу то есть отрисовал типа по шлангу ну как-то так вот теперь вот эту конструкцию да нам нужно добавить модификатор и выбрать вот эту вот нашу кривую так выбрать 8 z так странно чего это она у нас вывернулась она идет от первой точки по кривой да так я первую не там поставил короче что-то я забыл как ее поставить первую так сейчас мы ее развернем выделим и где-то тут опять же switch direction поменяли направление да вот ну вроде бы приблизительно так как нужно а кривую мы же возьмем еще добавим ей потом как его где-то тут в геометре добавим депса и она станет у нас толстенькой о что там шайбочка будет короче все как надо вот оно получится и с пружинкой все хорошо то есть часть уже сделали да конечно относительно смесителя но он весь толстенький вот эту ручку бы переделал что ли вот сейчас этому пока не буду уделять внимание да то есть принцип тут понятен думаю у вас получится лучшее я скорее всего ее отсоединю увеличу и просто перри в шию вот так едем дальше показываем все вот здесь сделаем это наверное как один элемент или не один вроде как не один да ну ничего скопируем давайте сначала не скопируем чуть-чуть сюда теперь копируем чуть-чуть сделаем вот так пять е с так сделаю е z выдвинем на то есть control плюс на и shift z чтоб по оси z не масштабировать вот где-то так ее сделаем читает окна масштабировал а дети делись или сразу ну ладно так выделю s m by distance чтоб нечаянно ничего не появилось теперь эти выделяю и экструдируем вниз да то есть получилась такая конструкция вот тут также я там подобавляю фасок лук не выделяется до это же лук 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 выделяется тут что с этим не того ну-ка удалим с выделяется и опять перестал выделяться это или люблю блендера или я не пойму странная штука ладно выделю так не фаска не работает что с ними тут что-то я накосятил что-то спрятал да видите как у меня пошло то есть их раз тут опять все дополнительные грани были вот короче так и вот здесь тоже выделю так получилось пружину с кривой да немножко опущу чтобы сюда заехала так дальше вот этот вот элемент нам нужен так ну и что мы возьмем опять кружок чокол можно 8 все равно мы будем сглаживать да легче будет управляться со всем этим с масштабирую и опять как бы базовую форму накидаю так 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 наверное сделаю фаской поэтому сейчас ES подойдет вот E 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 внутренняя часть вот так здесь я немного к трубке по центру на 2 туда вовнутрь экструдирую и там фейс удалю вот вот здесь мы сделаем где-то так хорошо выделяем раз два ну где-то приблизительно да такая форма если нет вот этими можно чуть погнуть пошевелить вот пинтек там сделаем там короче их наверное много должно быть да есть центральная струя и как душ ну не будем этим сейчас заниматься так вот этот выделю его приподниму а вот это вот 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 добавлю да приблизительно где-то такое Так, там еще кнопка должна быть. Значит нам надо тут что-то подразделить. Так, и значит выделяем. Нажимаем I. Так, вот, вот эти. Сюда. Выделим. Делаем loop. Сделаем сюда. Еще раз углубим. Скопируем этот элемент. Вот это опять E. Так, там кнопки. Какая-то тут штука. Что так будет? Такое. Не засунем сюда. И вот тут уже точечки подбили. Пусть будет что-то типа того. Сейчас мы сделаем вот эту и вот эту вот шайбочке. Мы тут начнём. Опять скопирую тут SHIFT D P SELECTION. Отсоединю этот элемент. Перемещу ORIGIN. Подгину. Выделим. Начнём экструдировать. Где-то так. Там ещё должно быть пропилено. Я один раз применю Subdivide. Чуть-чуть уменьшилось. Делаем вот так. Так. Тут применю модификатор. И здесь где-то надо какой-то пропильчик. Видишь. Там есть. А ну-ка. Он по толщине. Она вниз выезжает. Чтобы по толщине шланга. Чтобы шланг проходил. Да. Ну давайте там. Так. Вот. Удалим их. Так. Дальше. Выделю это всё. И применю. Где там Solidify. Да. Добавим толщины. Вот. Теперь оттуда будет ещё трубка идти. Трубки. И трубки. Вот. На равные части. Да. Квадратики. Можно. Не так было. Можно. Например. Выделить вот так. И нажать Ctrl B. Вот так вот. Поехать. Сделать квадратики. Есть. Так. И нам тоже надо будет потом фаски. Везде поделать. Вот. Ну тут для острых углов. Опять же. Сейчас можно и модификатором их сделать. Так. Сделали эту штуку. А тут у нас цельная. Да. Так. Надо было скопировать. Ну давайте ещё раз отсюда скопируем. Нажимаю Shift D. T. Selection. Вот. Выделю её. Тоже ей origin поставим. Так. И курсор. У её Shift S. Selection to cursor. Вот. Где-то она отсюда должна быть. Тут и зададим. Толщину. Экструдируем её. Так. Тут тоже применил модификатор. Вот. И зайдём вот эту. Добавим. Опять же. Выделю всё. И добавлю толщины. Так. Что тут я особо не понял. Что произошло. Как-то пересекается всё. Так. Ещё раз. Face. Solidify. А. Там большое значение на круги. Всё. Попало. Ещё раз. Где-то так. Вот. И тут тоже по трубке. Делаю. Так. Есть. Так. Теперь могу взять вот эти вот два элемента. Вообще их соединить в один. Ctrl J. И дальше уже с ними тут работать. На. То есть. У меня. Надо. Здесь. Кружок. Получить. Нажму. I. W. И всё. И I опять добавлю. Вот. И вот здесь. Так. И вот это. Мне надо соединить. Вот этим. Ctrl E. Bridget. Шлупс. Так. Вот здесь. Добавим. Чуток. И сюда. перенесу ещё. Так. Ну и тут бы неплохо добавить фасочек. Бравл. Миллиметр. Так. Добавил он их, да? Где захотел. Вот. А можно также, да? Использовать. Например. Мне надо вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Фаски. Также. Вот тут. 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 Модификатор прикольнее, что в любой момент, когда мне это надо будет, да? Я могу применить или удалить. И не надо ничего. Чистить. Вот тут. MinBelawait. Подвигаем. А здесь выберем, что бейтом будем управлять. Так. Ну и что-то. Например. 2. Где-то так. Есть. Хорошо. Вот та ещё деталь. Ну тут деталь. Например. Можно взять. Вот эту. Оторвать. Шельдэ. Э. Селекшн. И пойдём. Кликнем. Так. 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 Ну. Вроде бы как. Готово. Вот эту часть, конечно, я переделаю. вот материалы думаю там не составит труда хотя наверно вот этот шланг очка да там составит какой-то какие-то трудности в общем думаю будет будут так короче да чуть-чуть я перемоделил вот немножко там по козьему получилось до сетка отвратно ну в общем-то ничего да тут вообще она такая маленькая какой-то мне не нравилось я курсор сюда переместил на теперь ее удалю теперь эту нажму shift с и selection to курсор с шариком надо больше его где-то так так пойдет в общем сделали наш смеситель она добавлю паску любовь здесь да так есть теперь чё теперь материалы какие-то до поставим на пол добавим вы курсор на место так ну вообще тут сильно как бы придумывать ничего не будем до шейдинг где можно можно а я удалил не наш м тик взять так возьмем сюда материал накинем металлик блестит вот возьмем можно взять так и пипетку и цвет какой-то где-то так да не тот же материал сюда кинем туда вот а там внутренняя часть вроде бы да вот эти вот они более его блестящие пружина блестящая так и чё мы сделаем это отсоединена вот возьму эту отсоединю л пока и ей другой материал создадим там еще можно с этими материалами да там поиграться например накинуть color mix rgb а сюда взять какого и он будет два цвета смешиваться один киньи сделали один так на вот они можно и фингер тонуть так вот где-то где-то вот такое так и у нас и тот же материал на вот эту не на пужину должен идти так а там более блестящий сейчас мы чуть ли я так ну и такое же можно и сюда добавить возьмут эти скопирую control-c там и сюда control-v так 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 получилось шла . да шла . шла . ну тут шла . в оплетке вообще да ну как самому простому что-то добавить опять же какой-то материальчик то и готова вот но можно в общем-то и заморозится сейчас так шланг в оплетке так да ну то есть это что-то вот такое должно получиться вот и как его смастырить ну такое что-то первое шумолун приходит до сделать что-то упрощенное давайте сцену сохраню попробуем вот как бы запечь да можно нам конечно я метре сделать на модель это будет сильно такая сильно-сильно тяжелая кстати да надо зайти и сделать вот так и полигону тут удалим вот так о чем я а до запечь как-то что-то на этот трос давайте вот эта модель пока я все спрячу shift c создан еще один какой-нибудь свой так назовем это дело break так попробуем сделать какую-то текстуру да я добавлю plane возьму так поделюсь сейчас на четыре части поделюсь вот так вот так поделюсь вот так поделюсь вот так control b нажму вытяну так промежуточек где-то вот такое ставим да теперь вот эти вот я удаляю и вот эти тоже вершинки о получилась такая штукенция теперь возьмем эти штуки так сейчас shift z да выделить все сюда а эти вот сюда да где-то так теперь выйду из режима редактирования shift dr 90 шифтер повторю операцию о на получилось получилось вот такое вот такое потом что я сделаю так наверно я не знаю короче а объединил это все в один элемент он тру джей а ну-ка попробуем рей так с дублирую этот модификатор тут поставлю единичку да то есть все хорошо так ну-ка перенесем центр сейчас тяжело так на ходу это придумывать сам себе придумал центр пивот перенес центр и теперь все это с векшем то курсор и теперь добавлю еще один лейн на него буду запекать а это добавим сюда толщины и сгладим только перед этим да надо мерчном массивом сделать о приблизительно где-то так наверно да так плоскость возьмем плоскость поднимем ее повыше над этим вот потяну вот здесь окошки вот так вот это окошко будет у меня имидж эдитер а вот тут но где-то шейд эдитер есть и теперь мне надо как будто эти данные запечь на вот этот да то есть выделяю сначала типа мой хай поле объекты потом лоу поле создадим текстуру возьмем добавим текстуру имидж текстуру и новую будет у нас нормал она тут вообще в принципе маленькая может быть 512 вот и теперь нужно выбрать cycles да тогда появится меню бэйк и кстати меню бэйк не появится если вы будете будете а что это появилось обычно на оптикс да его там не было когда жаришь а это в 2.92 уже работает в общем да то могло быть такое что если выбран оптикс пунктика бэйк тут не будет да но уже работает так ну ладно переходим в пункт бэйк здесь выберем нормал марджин там можно 0 поставить можно 1 он нам не нужен вот ну увидите с марджином сейчас такая непонятная штука тут там 100 где-то поставлю и нажму бэйк да вот запеклась моя карта нормалей вот только да вот этому желательно сделать шейд смуз еще раз выделим выделяем эту текстуру еще раз бэйк о сглажен да и вот эти вот штуки это вы как раз таки видите вот эти марджины да в принципе тут можно оставить все нажимаю save с пусть она норма так и остается и еще мне надо запечь карту ambient new назову ао окей так и и тут выбираем тоже ambient occlusion вот и тоже бэйк вот он и видите вот это вот и есть как бы марджин вот в этой карте я его на ноль уберу потому что это же будет мой альфа канал прозрачность могу сделать видите вот так получилось ее тоже сохраню вот и теперь у нас все сохранено да можно теперь кстати проверить вот это я спрячу вот тут как будет отображаться эта текстура да подключаем ambient вот мы это дело видим давайте сначала не ambient скопирует скопирует этот нод вот и тут откроем наш вот этот норму подключен к норму только через вектор нормам да еще вот здесь выбирайте нон кола то есть вот получилась такая штука если там например изменить цвет и например roughness да то мы на нашем плей не видим такую конструкцию вот а если мы добавим сюда ambient ну лучше опять же взять color миксер джиби здесь поставить мультиплай на нижний он будет верхний добавляем не сюда и вот так да вот это вот будет наш цвет то как бы вот затенение ну и как бы нам вот эту прозрачность это видеть не надо мы знаем что там есть альфа на альфу сюда тыкаем да и будет там прозрачность но по умолчанию уиви во вьюпорте она не отображает надо перейти в сеттингс вьюпорт дисплей да и вот blend мод поставить альфа-бленд да тогда во вьюпорте вы будете видеть прозрачность ну и вот получилась такая как бы штукенция и соответственно да если к этой штукенции вот мы подключим мэппинг а надо и туда и туда двумя текстурами управляем о да то есть мы можем это дело масштабировать и думаю и покрутить можем да то есть вот получилась вот такая такая штукенция да добавили металлика выбрали цвет какой там надо будет вот и что-то похожее типа на сетку можно сделать можно было запечь да как бы поделать ворсинки вот так каждую да по сути по дублировать кучу точек перевести в кривые выбрать эту форму и точно так же запечь были бы ворсинки вот ну теперь это надо притулить на кран так так empty поставим на рендере чтобы не видно да это так и вот это сейчас попробуем применить то есть я беру материальчик как он назывался по моему так да давайте включим или что-то у нас такое подтянутое о так то есть эту текстуру нам нужно тут помасштабировать так и тут о так прелесть ну и вот вот этими параметрами да то есть меняем там размером 200 чуть подтянуто вот так да его видите шовчик ну шовчик нужно будет крутить так чтобы оп без шовчика было да и то есть вот у нас все круто мы ее можем еще крутить как нам захочется текстур по добавим ей по ровности больше так ну где-то так можно поставить там на окружение и какую-то карту можно ничего не ставить так давайте сейчас рендерну это все так зайду сюда тоже так это надо бы покрутить сейчас поставим теперь пару лампочек вот эту лампу это сгладим эту лампочку сделаем мэрия будет умереть 2 альтер больше 2 метра так так это потемнее так возьмем наш смеситель и вот еще да вот когда если он со многих деталек разных состоит и вы не хотите объединять да то можно взять добавить к примеру empty play nexus выделить вот это все выделить последним наш empty нажать ctrl p и object все мы теперь препарантили и удобно empty масштабируем все empty крутим и у нас все так же крутится перейдем как бы как бы как бы перейдем сейчас выберем ракурс например с такого где-то будем рендерить нажму ctrl alt 0 установлю камеру сделаю квадратную тысячу на тысячу хотя пусть остается такая так и так 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 и что я забыл выберу смеситель возможно камеру немножко пододвигаю как-то так дальше вот и теперь этот смеситель возьму заемки crz немножко покручу посмотрим вот посмотрим так вот да так и у нас выберем gpu а вот кстати бейк видите он теперь говорит что у меня было я на кпу рендерил теперь выбрал gpu и он говорит я не могу бейкать да так и тут мы то есть получился даже видно эту текстуру хорошо можно добавить еще какую-то надпись empty empty текст текст повернем к себе вот выберем там шрифт да пошли если вы русским текстом начнете писать там ну что-нибудь вот я написал то ничего не происходит пошу бифон не поддерживает его но если вы что-нибудь выберите да сразу все хорошо так и так моделируем смеситель большая так сделаем какой-нибудь цвет не знаю яркий вот и можно добавить по тексту геометрии то есть текст труднём чуть-чуть выдвинем так сохраняться всегда и добавим депса появилась небольшая там фасочка у него вот вот так так ну и все все еще еще бы лампочку на свет сделать и кое-где видите забыл поприменять шейт смуз и еще увидел что что-то не срослось да то есть эти все ошибочки легко пофиксить вот ну поэтому будем на этом заканчивать всем спасибо до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч субтитры и